С миром, Игнатий Тихонович. С миром, Владислав. Вы записываете все, да? Да, записываем, выставляем в интернет. Вы не против? Не против. Я слушаю, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я вот работаю в монастыре в женском. Здесь, дворником. И у меня как вопрос, как вам вы имеете трудовой опыт? Можно ли работать в женском монастыре? Ну, смотря где. Вы же не уборкой занимаетесь по кельям. Так что, во дворе что-то ремонтируете. А кто будет делать это? Во дворе дворником. И так по хозяйству. Ничего. Не соблазняйся, только и все. Угу. Понял. Они там бывают такие, видно из себя, чтобы молодой парень не колебнулся умом. Подумать плохо. Ну, а то мне монах один сказал, что типа вот нельзя. Ну, здесь молодых послушных нет. Вы знаете, скажите. Скажите, в Иваново монастырь был. И у них главный был игумен Амбросий Юрасов. Архимандрит. Мужчина. И у него 400 с лишним насельниц. Тут другое дело совсем. Понял. Вот это вот у меня было, да, вопрос. Ничего тут такого нету. А сколько там платят-то вам? 30 тысяч. Ну, 30 тысяч. Это где вы там? Далеко живете-то? Я живу на территории монастыря. Понятно. Но это в центре России? Это Оренбургская область. Оренбург. Да это почти соседи наши. Нет, Оренбург это не соседи. Я говорю не соседи, почти. Ну, далеко. Пушкин туда ездил, когда писал про Пугачева. На месте узнавал. И нашел одну бабку, которая Пугачева знала еще. А вы были в Оренбурге? Даже сказать не могу. Потому что мы ехали, подряд все города посещали. 650 остановок. А я, Владимир, хотел еще такой вопрос задать. Ну, я у вас раньше был в скайпе, там, на занятиях. Потом, ну, я не понимаю вашего мнения по поводу вот пяти церквей католиков, армян. А что понимать? Понимать-то и нечего. Я же вам не говорю, идите туда. Я просто... Меня спрашивают, я отвечаю. Я мыслю по священному писанию. У них рукоположение сохранилось? Сохранилось. Все. Ну, как она могла сохраниться, если они раскололись и пали в ересь? Благодать от них ушла? Нет, подождите. А вы благодать как? Пощупали, видели ее? Как? Не, ну, это церковь их предала. Анафеми. Ну, не правда. Зачем это говорить? Патриарх с ними молится вместе. Какие патриархи были, все молились вместе? Православные это осуждают, этот грех. Не самого патриарха, но то, что он молится. А кто? Что патриарх отдельно от него резко молился? Или он сам? Патриарх сам молился. Ну, только почему? Просто это же ведет к тому, что... К чему? Антихрист придет на этой почве, то, что объединение всех церквей. Зачем это? Так, обождите. Объединение речи никакой не идет. Зачем это придумать? Я не сказал объединение. Я говорю, что они сохранили рукоположение. Херотонию. Сохранили. То есть вы думаете, если вот они покаются... Да я об этом и не думаю. Мне это не дано, я не знаю. Я сказал, что они сохранили рукоположение. Все, больше я ничего не говорил. Ну, я вам... Я как бы не могу вам ничего говорить. Как бы, ну, ладно. Не, ну, вот смотрите. Апостол Петр рукополагает. Дальше идут кардиналы. И, наконец, до сегодняшнего папы доходят. У них другие там... У нас от Андрея идет. А эти я даже не разбираю, где я знаю, что... Там, допустим, армяне. Армяне. У нас они здесь есть. Когда им навешивают что-то, они говорят, у нас этого совсем и нет. Это выдумка. Зачем я буду умышленно наталкивать на них? Это не надо об этом думать. Надо жить свято, распространять Слово Божие, проповедовать Евангелие. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глав, 15 стих. А вы в чат-рулетку сейчас не выходите? Почти каждый день захожу. Просто роликов не видно. А я вот выхожу, и у меня не получается, как у вас, допустим, как еще у кого-то. Вот у меня не получается благовествовать. Ну, у меня, я могу сказать, люди, которые пожелали знать истину, больше тысячи уже нашлось. Нет, мне кажется, у меня нет такого таланта, чтобы людям говорить Слово Божие. Ну, и вы работаете, там работаете, а вот это, там, спасутся, не спасутся, не надо. Бог спасает, не мы. Определенно. Вот я веду занятия в университетах. И в это время мне записки подают. А записки подают, я считаю, я догадываюсь, кто пишет. И аудитория большая, 410-я. И вот спрашивает, скажите, а у баптистов Дух Святой есть или нет? Я говорю, кто это писал? Скажите, баптисты признают Иисуса Христа Господом. Ну, они знают, что они сидят здесь, потому что у меня всякие разные люди там, и КГБ, и кого только нету. Аудитория-то открыта, все. Ну, да, признают, а я знаю, что признают. Я говорю, слушайте внимательно, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Павел пишет, если они называют его, вот в данный момент Дух Святой их коснулся. Но они засохли на первой ступеньке, у них нет рукоположения. Они дальше не идут и на этом засыхают. И поэтому они не в церкви. Они не в церковь. В Америке... И ереси еще, когда у них есть. Да, да. В Америке 21 тысяча разных названий этих сектантов. Ни у кого нету... Нету ни икон, нету ни мощей, нет... Ну, давайте вместе, вместе с собой хотя бы они. С нами-то не надо. Их перекрещивать надо. Они, когда крестят, человека опрокидывают на спину. Это положение в огробе. А Павел говорит... Они в одно крещение крестят. Они не крещенные вообще. Да. А вот, ну, они же католики, они же еретики. Понимаете, если так разбирать по какому-то случаю, у них у католиков крещения-то нету. Вот сейчас попы, которые не крестят, от православных, эту заразу католическую они приняли. И мы нормально в священнике. Где вы в монастыре спросите, как крестят? Троекратное полное погружение? Нет. Мокрой ладошкой. И все, и деньги плати. А деньги это симония. Об этом патриарх Алексей II говорил. Вот у нас, когда крестят, священник заходит в воду. Вы видели как? Троекратное полное погружение. Люди проходят, знают. Им экзамен устраивают. Оглашенные. Выходите. Они выходили. А здесь ничего нету. Пришел, деньги заплатил. Все. Помазал его и до свидания. Мозги по стенке. Ну, это у вас вообще не все так идеально. А вот в обычной церкви не получится так, к сожалению, наверное. Потому что здесь людей много. Я вижу, что... Так еще толпы там много. Это улица. Оглашенные, извините, никто не выходит. Но обман же идет, а? Если оглашенные не выходят, их и нету. А раз оглашенных нету, значит, литургия нарушена. Оглашенные, извините, к трижды говорят. А потом двери, двери, премудрости вон. Два раза диакон должен пройти, проверить и двери запереть. Чтоб чужих не было. А там не знают, кто чужой, кто свой. Это наше. Это не ересь, ничего. Наша, потому что... Мы хуже всяких еретиков. Господь спрашивает сыновей, а не чужих. А если мы православные, значит, надо поступать как положено. А не просто так. А вот каноны. Канон, апостольские правила. Там запрещено молиться с еретиками. Ну и не молись. Не молись. Кирилл же, патриарх Кирилл-то нарушает это правило. А не знаем. Потому что молиться, это означает соглашаться. Пророк Илья где был? На горе кормил. А рядом сколько-то? 850 идлонослужителей. И он не осквернился через это? Нет. А они... Это где написано, я запишу. Третья книга. Царств. 18 глава. Пророк Илья. Самый строгий пророк. И когда молился, рядом были служители Вагала. И он не осквернился. А когда он молился, они вместе с ним могли молиться. Мы же не знаем. Не то. Допустим, здесь находятся какие-то еретики. Но они говорят, давайте помолимся. Я стою. А они начинают считать. Отче наш, тущий на небесах. И аминь. Больше не молятся. Так я молился с ними или нет? Да это не их молитва. Это молитва Господня. Молиться нельзя с еретиками. Когда они говорят, нет никакой троицы. Там проще. Ну нельзя же так взять и придумать, что нельзя молиться. Ну не молись. Третья книга. Царств. И стих какой? Глава. Это я говорю. Третья книга. Царств. 18 глава. Угу. 18 глава. Да. Все про пророка Илью. Он молился, не осквернился. А рядом стояли еретики. Не еретики, а идолопоклонники. Еретики-то еще и признают Христа. Не понял. Вот у меня в основном вот это, потому что я по поводу монастыря. Можно ли здесь работать? Можно работать. Работать можно. Работать можно. Приходят люди. Ты им проповедуй. Раздавай Евангелие. Красный Евангелие. Четвертый Евангелие. Вещи по благословению патриарха Кирилла. Достань их. Их бесплатно. У меня есть 200 штук Евангелия. Я их не раздаю. А почему? Не всем раздаю. Потому что я один раз раздавал здесь вот, в городе. Я потом иду обратно уже сюда на объект. И смотрю, Евангелие лежит на этом. Ну, оно не в мусорке, но на бетоне лежит. То есть его просто я раздавал, а они его просто выкинули, можно сказать. Бывает такое. Ничего не сделаешь. Я вот в тюрьме иду по камерам, если раздаю. На 100 камер одну порвали. Несовершеннолетняя. Еще теперь из-за них я другими буду давать? Я говорю так, смотрите. Смотрите вот. Да, но надо проверить. Я думаю, надо пообщаться с ними. Если они не выкинут, то... Да, пообщаться, что не выкинуть. Поговорить надо. Вот мы проехали. 650 остановок было из Барнаула. Мы проехали до Владивостока. Потом проехали в Португалию, Скандинавию, Прибалтика, Греция, Турция. И везде мы дарили библиотеки, мои книги. 38 томов. А еще вот такой вопрос. Я вот сегодня проспал. Ну, я лег вчера в 23.00. И вот. Проснулся. Будильника даже не услышал. Я сплю так крепко, что я не могу услышать будильника. Вот. Я хотел бы сократить сон до 5 часов, до 4 часов. Но вот я не знаю, как это делать. А вот так. Надо было лечь вам на 2 часа раньше. И у вас будет по другой порядок. Вот мы... Я ложусь, стою в 3 часа 20 минут. В 3.20. В 3.20 утром, ночью. А другие все остаются в 4.40. А в 5 мы начинаем общую молитву по всему миру. А потом... А как вы спите, получается, 3-4 часа всего лишь? Ну, я когда моложе был, у меня 2,5 часа на сон уходило. Ну, а это как такое возможно, если устает организм? Ну, что, что устает? Арсений Великий говорит, монаху достаточно одного часа. Ну, я бы тоже так хотел, но я не могу просто встать. Ну, надо с кем-то быть рядом. Будильник. Я вот наказываюсь, сестра звонит. Каждое утро звонит она. Ровно в 4.40 она меня звонит. Она в другом месте бывает. В другом месте совершенно не рядом. Я, бывает, 2-3 человека прошу позвонить. Страховка такая, чтобы не проспать. А когда они звонят, я уже отмолился. Я встаю ночью, там, сейчас ночью помолиться надо. Молиться сейчас. Патриарх просил молиться за президента, за военных. Такая трудность там. И мы сразу усилили молитву. За военных? А вот за военных вы как молитесь? Вы же молитесь не за победу, чтобы они там убили врагов? Нет. Мы говорим так, Господи, да будет воля Твоя. Вот у нас троих забрали из нашей местности. Мы молимся, Господи, дай им духовное рождение. Чтобы они убийцами не стали. Чтобы здоровые домой вернулись. Все. Ни о какой победе мы не просим. А они руки автомат взяли? Нет. Его взяли у нас одного Никиту. А у него заранее написано заявление, что он оружие в руки не берет. Что он клятву не может дать. И одеваться не будет. Его сразу определили на кухню. И уже прислали поздравительную. Я вам ее пришлю. Поздравительную родителям. Он честный, хороший, хорошо готовит. И все, никакого оружия нет. У него ложка в руках и нож. Так что, Владислав, будь спокоен. И не бойся, что тебя там кто-то рядом молился и тебя от Христа отвернет. Нет. Я вот проповедую среди разных людей. У меня баптисты у нас приходят, принимают крещение, делаются православными. Я вот беседовал. А он немец. Немец. Менонит. И это отец Геннадий Фаст. Это кандидат богословских наук. Закончил семинарию в Академии. И настоятель в Абакане. Один из лучших священников России. А он в моем доме обратился. Дальше католики обращаются. Адвентисты седьмого дня. Одна даже казашка. Она была у свидетелей Юговы. Пришла. Очень хорошая женщина. Ее крестили. А она теперь звать ее Рахиль. Через нее еще своих казахов пришло около 11 тысяч человек. Это работа. Это и днем, и ночью ты должен... Это непонятно, и большое дело. Да, у нас мусульмане крестятся есть. Мусульмане. Хорошие люди. Очень хорошие. Работяги, трудяги. Ну вот так. Я вам сейчас скину эту поздравительную, которую Никите у нас дали. И вот скажи, вот же можно так. А теперь относительно войны, я вам скину данные про войну. Надо писать заявление военкомат на альтернативной основе служить. То есть снаряды не подносить. Корректировщик. У меня есть, у меня есть это заявление. Вот. А мое там, что против войны, там, мой, искусственного православия, из книги, есть это? Мне Георгий Пахмутов скидывал. Ну, это я ему посылал. Это наш материал. Георгий Пахмутов, его могут забрать. Ему дали на раздумья там два месяца. Я видел, я знаю, да. Хороший человек он, Георгий. Очень хороший. Да. Мы за него молимся, чтобы Господь миновал его. Два года, если он сейчас не идет, сразу тюрьма. Два года. Ну, отсидишь, да и вернешься. Ну, и что? Тюрьму. Тюрьма. А если присягу принял, и там оттуда ушел десять лет. Вот и думай. Будет в тюрьме благовествовать? Да. Я вот сколько был, сколько людей услышали. Начальник отряда, там капитан какой стал. Мы беседовали с начальником тюрьмы, по-христиански умер. Следователь принял святое крещение. Да, благовестия нет. Я вообще стою в храме недавно, вот, и слышу, как, ну, монахи говорят, новые девушки, женщины, они говорят, причащаться, исповедоваться. Но о Христе и ни слова не сказали. Сказали, что нужно причащаться, исповедоваться, в храм ходить. Ну, вот, о том, что нужно уверовать по Евангелию, речи не было. У нас обратился следователь КГБ и стал священником. Во. А как, я попросил его помочь читать Златоуста. И Господь коснулся его сердца. А какие духовные книги вы можете еще посоветовать читать? Ну, в первую очередь, это Библия. Второе. Блаженно-феопилак. Полное толкование. Вот у нас трехтомник вышел. И дальше. Ян Затаус, 12 томов. Житие святых, 12 томов. Добротолюбие, 5 томов. Григория Дещенко, 4 тома. Вам этого уже хватит. Григорий Дещенко? Да, священник. Да, революционный еще. А вот невидимая брань есть там. Можно это считать. Можно Нилуса. Сергей Нилуса. Ну, хорошо. Спаси Христос. Сейчас я вам скину. Все. С Богом. Хорошо, что с Богом. С Богом. Хорошо, что зашли. Угу.